Всем привет! Меня уже представили, меня зовут Виктор. Сегодня у меня немножко другое название, но оно как бы то же самое, оно у меня не влезло. Как полнота знания мира и разработка ПО. Первый слайд, вот попроще. Посмотрим сюда. О чем мы вообще будем сегодня разговаривать? Сегодня будем разговаривать о двух вещах. Вот попроще вот это и еще одно будет посложнее через несколько слайдов. Мы попытаемся понять, как то, что мы знаем о задачах, о принципе, о чем нам нужно сделать, как влияет на качество и результат того, что мы хотим сделать. Что мы здесь видим? Здесь есть два вопроса, собственно, что, как и результат. Сверху есть x и y. Вот. x от что? Это сколько у вас есть информации от 0 до 1, которую вам нужно знать. Это целиком. Вот единица, это вы знаете по задаче прям все-все-все-все-все. Вперед, на время, все ошибки, все какие-то проблемы, которые возникнут. Вот. 0 вы не знаете про задачу ничего. А как это, как бы, некая мера качества, с которой вы можете эту задачу выполнить? Соответственно, в результате у вас получится перемножение количества информации на входе, вот когда вы начали делать задачу, на вот эту меру качества, с которой вы сделали. Ну, это не очень понятно, вот я придумал на паззлах, как это, как это попытаться рассказать. Вот смотрите, у вас есть два, как бы, паззла из двух элементов. Вам дали всего один элемент, то есть вам дали там 0,5, да, на входе что, у вас 0,5. Вы берете это 0,5 и делаете, как бы, складываете паззл с качеством 1. Ну, вот у вас сколько есть, как бы, паззлов, сколько у вас есть. Вы его сложили уверенно, что вот он, а справа какой-то другой. Хоть вы и сделали, как бы, свою работу с качеством 1, результат у вас все равно 0,5, потому что у вас просто не хватает паззла. Вам не сказали, что находится на второй паззлинке, у вас ее нету. А, вот здесь находится какой-то замок. Вот то же самое, но немножечко посложнее. Давайте попробуем взять не 2 паззлинки, а 4. Вот, у нас есть паззл из четырех элементов, и мы пытаемся, как бы, его сложить. Мы его сложили правильно, опять качество у нас 1, то есть мы сделали его, как бы, как... Правильно, но одного элемента у нас нету. Насколько важен этот элемент? Это очень большой вопрос. Понятно, что на нем будет кусочек дерева, понятно, что на нем будет небо, понятно, что на нем будет вот там кусочек облака. Но что там будет еще? А может быть, например, солнце или птица или ничего-нибудь, просто небо. И вот стоит ли пытаться добыть эту информацию или нет, все очень, как бы, зависит. То есть вы можете попытаться догадаться, что там, и не спрашивать у мира, а что мне нужно. А можете, как бы, потратить немножко времени, выяснить, что там находится, и от этого ваш результат, который вы получите, положите еще одну паззлинку, он будет, как бы, на 0.25 больше. Ну, давайте посмотрим, что там. Вот, там оказался дракон. Ну, важно это, не важно, как бы, это уже зависит от работы. Вот это первое, чем мы будем пользоваться. Такой вот простой, как бы, пример мы сразу будем говорить, а сколько у нас есть информации на входе, а с каким качеством мы можем это сделать, и дальше будем понимать, как бы, что мы будем иметь на выходе. Теперь второй элемент, который мы будем использовать, вот пять букв НИОКР, вот, я здесь выписал определение, научно-исследовательская и опытно-конструкторские работы, совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии. Вот, но звучит, как бы, пафосно, и мы там одну буковку Н вычеркнем на следующем слайде. Значит, что на этом графике мы видим? На этом графике мы видим, как меняется, вот, вот есть этапы, да, то есть у вас сначала научно, потом исследовательское, потом опытно, потом конструкторское, потом работа. И вот двигаясь от этих этапов слева направо, у вас знания о мире меняются, то есть когда вы пытаетесь, как бы, перейти от этапа на этап, у вас получается больше знаний, и фактическую работу стоит начинать, когда вы считаете, что знаний у вас достаточно. Ну, из них там примерно, точно больше 50%. Вот, значит, что, почему мы вычеркнули буковку Н? И почему мы вообще, почему я вообще говорю, что давайте вот рассматривать вот этот неокр? По моему мнению, разработка ПО в целом это, ну, не неокр, а иокр. То есть как фактического производства нету, то есть у вас, как бы, ПО для того, чтобы произвести следующие версии ПО, вам нужно, ну, не версии, а копии ПО, вам нужно просто его скопировать, это практически ничего не стоит. А вот сама разрабатка ПО в целом это вполне себе какой-то иокр, где приходится много исследовать, потому что мы живем не только в ограничениях физического мира, а еще в ограничении, как бы, мира, который находится в головах людей, которые и говорят, что они хотят, какие-то продукты, какие-то решения, и это все часто имеет вообще какие-то не физические правила или ограничения. Вот, соответственно, первую Н мы буковку вычеркиваем, чтобы нам не сказали, о, это вы слишком пафосные. Значит, первое, исследовательское, это поиск новых решений, то есть, когда вы ничего не знаете, вам нужно, в принципе, найти какое-то решение или вообще понять, что вы хотите сделать. Дальше опытно. Что такое опытно? Опытно это, когда вы применяете, когда вы берете свою гипотезу и пытаетесь, как бы, проверить, насколько эта гипотеза, которую вы как-то теоретически придумали, нашли где-то, соответствует вообще той реальности, в которой вы существуете. Дальше у вас есть конструкторское. Что такое конструкторское? Это когда вы исследовали, когда вы провели какие-то опыты, эксперименты, поняли, что, в принципе, да, вот это вот решение бьется в вашей реальности, вы дальше можете уже, имея информацию, что это конструировать. То есть, анализ и синтез различных вариантов конструкции, вообще того, что вы хотите сделать. Дальше мы увидим, что это может быть вообще что угодно. И последнее R – это, используя IOC, предыдущие все этапы, реализация, собственно, опытного образца, который вам нужен. Вот вы получаете опытный образец, и как только он доходит до какой-то определенной стадии качества, когда вы говорите, о, окей, он нам подходит, вы дальше его клонируете. Значит, как это будет происходить? Мы будем брать какой-то пример, у нас будет один глобальный пример, который разбит на несколько маленьких, вот, но это такая получится фрактальная история, то есть мы будем вот этими двумя способами рассматривать каждый пример. У каждого примера мы будем понимать, что да, действительно у нас на входе мало информации, а дальше мы будем пытаться в этом примере написать буковки, то есть вот IOKER, и смотреть, действительно ли вот такой порядок правильный, или в обычном, как обычно люди решают похожие проблемы, какой порядок будет получаться. Вот он там может получиться совершенно разным. Да, вот имея эти четыре буквы, мы попытаемся сложить слово «счастье». Вот непонятно, можно ли это сделать, но я попытаюсь как бы поделиться каким-то собственным опытом и вот рассказать, как можно сложить слово «счастье». Какую проблему мы будем рассматривать глобальную? Проблема такая, что это мы медленно разрабатываем ПО. Это какая-то типичная история и какая-то очень частая история, когда говорят, что вот мы медленно разрабатываем ПО, что бы это ни значило. Что хотят? Хотят, чтобы ПО, ну ПО само по себе никому не нужно, нужны функции, которые это ПО реализовывает. И хотят, чтобы вот эти функции появлялись как можно быстрее, чтобы они были как можно точнее, как эти функции как можно точнее удовлетворяли требования пользователей, и были надежными, быстрыми, не ломались и как бы при любых изменениях как-то адаптировались к окружающему миру. Вот. И когда есть такая проблема, эту проблему пытаются решить вот такими нехитрыми способами ровно в таком порядке. Ну это вот какая-то типичная история. Найм, разработка, бизнес. Что это как бы, вот что значит эти пункты? Когда нам кажется, что мы медленно разрабатываем ПО, первая мысль, которая к нам приходит в голову, какая? Правильно, давайте наймем больше людей, и эти больше людей будут как бы больше работать, будут больше работать, будут писать больше ПО, и это ПО будет удовлетворять наши требования. Нанимают людей, оказывается, что имея больше людей, работа может не только не ускориться, а еще может даже замедлиться. Так часто и бывает. Тогда приходит следующая идея. Конечно же, все наши способы, методы производства ПО как бы недостаточно хорошие или недостаточно новые. Когда я говорю производство ПО, это не значит просто написание кода. Это все этапы производства ПО. От, собственно, постановки задачи и исследования задачи, а что же нужно пользователю, потом формирование каких-то бизнес-требований, потом эти бизнес-требования переходят в стадию какой-то подготовки, каких-то прототипов или каких-то картинок. Дальше эти картинки уходят дизайнерам. В общем, весь цикл от и до, включая документацию, тестирование и выкатывание в прот, это все разработка ПО. После того, как все процессы в разработке ПО налажены, все работают очень быстро, все выходит очень качественно, но проблема никуда не пропадает. Почему? Оказывается, что вот то наше клевое ПО, которое мы так быстро производим, оно как бы не соответствует тому, что хочет бизнес. То есть бизнес говорит, вы как бы сделали, конечно, круто, но это теперь никому не нужно или вообще никогда не было никому нужно, нам на самом деле нужно другое. И вот дальше, вот в самом конце говорят, наверное, мы неправильно понимаем, что хочет бизнес, и вот там уже пытаются эти проблемы как-то решить. Соответственно, мы сейчас будем смотреть про найм, потом про разработку, потом про бизнес и применять к этим кусочкам вот те два простых правила, которые мы вначале рассмотрели. То есть вот попроще, что как, и, собственно, и окр. Первое. Найм. Как выглядит типичный найм? Почему я считаю вправе себя рассказывать, как выглядит типичный найм? Потому что последние полгода работали с кадровым агентством, собственно, вот то, что я рассказываю, делали в кадровом агентстве. И я видел там несколько десятков вакансий, которые все вот работали по одному принципу, и потом я стал выяснять у других рекрутеров, все говорят, вот, как бы, да, найм выглядит везде одинаково. Значит, как это выглядит с точки зрения, как бы, технического специалиста? Технический специалист приносит некоторую бумажку, на которой обычно написан стэк, и все самое модное и интересное, что он может написать. Ну, там, микросервисы, мы пишем совершенно новый продукт, ну, в общем, как что-то, что вы можете прочитать в куче вакансий, которые есть. Они примерно все одинаково. Но, как бы, это очень мало информации. То есть, если вы найдете человека, который пишет на Java, коммитит в Git и там пользуется NoSQL базами данных, то очевидно, что этот человек, даже делая все эти элементы и разрабатывает микросервисы при этом, очевидно, что этот человек может вам совершенно не подойти. То есть, там нужно гораздо больше какой-то информации написать, какой человек нужен, с каким опытом, с каким бэкграундом, он должен делать какие-то системные вещи, или вещи интересные для бизнеса, какой это бизнес, какие это системы, маленькие, большие, веб-системы, встроенные. В общем, там очень много может быть дополнительных каких-то вещей. Дальше происходит вот что. Вашу типовую бумажку, которую вы, ну не вы, а технический специалист написал, превращают в стандартную вакансию. Стандартная вакансия – это там плюшки, чай, мы молодая компания, у нас гибкий график, и туда вставляют этот текст. Соответственно, что это получается? Это получается, по сути, некий фильтр, но этот фильтр настолько общий, что он создает огромный поток резюме. Этот поток резюме, в принципе, рекрутер в большинстве случаев способен обработать, просто написав человеку что-то. Если этот человек согласился, отправить это резюме техническому специалисту. Но поскольку поток большой, то даже тот небольшой процент людей, которые соглашаются на собеседование, все равно это получается достаточно объемная такая выборка этих резюме. Технический специалист берет это резюме и пытается понять, а вообще подходит этот человек или нет. Дальше, собственно, если человек, если бы был поток, если человек более-менее как-то кажется, что он подходит, и он соглашается приехать на собеседование, дальше идет собеседование. Собеседование выглядит примерно так же, как работа в резюме, то есть это какой-то стандартный ритуал каких-то стандартных задач, из которых на самом деле к реальной работе обычно относится примерно 10%. Но проверяют знание языка или знание алгоритмов достаточно хорошо, это мы уже знаем. А дальше идет выбор. То есть прособеседовали 10 человек, потом говорят, а есть еще кто-то, давай еще посмотрим. Ну нет уже никого, ну хорошо, ну давай попробуем выбрать. И пытаются выбрать из тех 10 человек, которые пришли на собеседование и как-то более-менее его прошли. Очевидно, что никаких критериев обычно нет. Ну, кажется, что этот решил задачи, этот решил задачи, но этот мне нравится больше. В общем, происходит какой-то выбор, который тоже вот никакими критериями не ограничен. Первое, сразу, почему я так подробно рассказываю, сейчас мы вот этот вариант, я расскажу подробно, там вот как буковки ставятся, как что-то, а дальше будут вот точно такие же идти примеры, только из других как бы частей разработки ПО, и там я уже буду рассказывать чуть менее подробно. Вот. Я бы пытался сразу понять, действительно ли здесь, когда технический специалист ищет себе кого-то, как бы, в найму, чтобы его нанять и с ним вместе работать, действительно ли этот технический специалист на вход дает достаточное количество информации, действительно ли он понимает вот весь тот большой пазл компании и какого элемента в этом пазле не хватает, действительно ли он правильно описывает этот элемент, который нужно искать. Ну, представьте, у вас есть пазл, вы можете брать какой-то элемент и пытаться понять, а подходит он в ваш пазл или нет. Можете делать наоборот, сначала понять, какой элемент вы ищете, какие особенности этого элемента пазлинки должны быть, и искать конкретно эту или похожие пазлинки. То есть вот так выглядит. Да, он изначально на вход дает очень мало какой-то информации. То есть он говорит, да, что там вы думаете, вот стэк, а дальше мы его чему-нибудь научим или проверим. Вот. И выглядит, на мой взгляд, то есть я бы пытался, то есть вот сразу у нас на входе мало информации, дальше даже если мы очень хорошо создаем поток, его обрабатываем, мы очень хорошо проводим собеседование и что-то, 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 даже если мы делаем это с качеством 1, то на входе у нас 0,2. И, соответственно, на выходе у нас будет 0,2. То есть один из пяти нанятых человек будет вот ровно тем, кем нужно. Соответственно, если мы нанимаем одного человека, ну, он там с какой-то вероятностью нам подойдет, а с большей вероятностью не подойдет. Поэтому я расставил дальше, решил, что да, отлично, нужно попробовать применить метод ИОКР, и попробовал расставить буквы. Сейчас я попытаюсь рассказать, как я это делал. Вот у меня получились такие буковки, причем они маленькие. То есть там ИОКР были большие буквы, а здесь маленькие. Что значит маленькая? Это значит, что человек как бы не хочет делать эту работу или не хочет или не может по какой-то причине сделать ее целиком, поэтому он делает только ее часть, поэтому буковка маленькая. То есть вначале технический специалист, не задумываясь, выдает сколько-то информации, и он делает просто какую-то работу. То есть он совершенно не пытается знания о мире, о том мире, в котором он находится, увеличить. Дальше, когда у него получается поток, ему идут резюме, он делает на самом деле вот кое. Что такое кое? То есть это как ИОК, только наоборот. Он сначала берет резюме и пытается понять, а подходит ли ему эта пазлинка. И он понимает, что у него нет ответа на этот вопрос, потому что у него нет критериев никаких. Он пытается каким-то образом сформулировать эти критерии. Так, а кто же мне на самом деле нужен? Что же, вот как же проверить? И когда он пытается найти эти критерии, он говорит, о, я не знаю, надо пытаться все-таки понять, что он будет делать. И он, собственно, приходит к тому, с чего он должен был начать. Он пытается понять, что же этот человек будет делать и, соответственно, вот доходит от КО и ДАИ, а потом возвращается обратно. И так он делает много раз. Так он делает практически на каждое резюме. Ну или на каждую пачку из резюме, которое ему приходит. Потом, когда к нему из этих резюме приходят какие-то люди, он на самом деле примерно ту же процедуру проводит на собеседовании. То есть он пытается как бы сказать, так, сейчас мы вот этого человека проверим. О, господи, у нас нет критериев, как его проверить. Соответственно, давайте мы подумаем, как мы будем его проверять. И обычно в конце собеседования человеку рассказывают, чем он примерно будет заниматься. То есть вот этот вот этап исследования, который нужно сделать вначале, он обычно стоит в самом конце. А дальше вот есть выбор. Я даже не знаю, что это такое. Я там поставил вопрос, потому что это просто какое-то предпочтение. То есть у вас человек выбирает, вот он посмотрел на нескольких людей других и говорит, ну, мне вот этот нравится. Почему он нравится? Ну, не знаю. Вот такое мое экспертное заключение. Поэтому там никакую буковку я даже поставить не смог. У меня получилось вот такое. РКОИ, а вот в скобочках это что-то типа в периоде. Ну, на самом деле, конечно же, не в периоде. В общем, это какая-то повторяющаяся процедура. Потому что он вот этот КОИ делает сначала с резюме, а потом с собеседник. И это мы увидели вот в кадровом агентстве. Потом я вот разговаривал. Везде вот примерно так устроено. Что мы сделали? Мы взяли и развернули вот этот РКОИ. То есть если его наоборот прочитать, то получится ЮОКР. И мы его развернули просто наоборот. То есть мы сделали вот так. Вот здесь вот я почитаю этот пример. У нас на входе 0.2. С качеством мы делаем 0.9. Соответственно, у нас результат получается 0.18. Дальше мы сделали вот как. Мы сказали, давайте мы ничего искать не будем, пока нам фактически не скажут, что это будет за пазлинка, что конкретно будет делать этот человек. И оказалось, что 8 из 10 технических специалистов не в состоянии ответить на этот вопрос сразу. Они сначала говорят, ну что вы к нам пристали и вообще отстаньте от нас. И мы вам дали стэк, идите и ищите нам людей. Потом, когда ты им объясняешь, что как бы не вы выбираете людей, а люди на самом деле выбирают вас, потому что конкуренция на рынке, мало специалистов, вот это все. Они говорят, а, понял, хорошо. Уходят и думают. Они делают это очень хорошо, но сразу это могут делать только 2 человека из 10. Вот прям вот спрашиваете, он говорит, а, ну сейчас я вам скажу и прям тут же тебе говорит. А основная масса так делать не может сразу. Как только мы выяснили, что нужно, мы пытаемся сделать вакансию. То есть первое, вот кто нужен, это и исследование. Дальше мы пытаемся сделать вакансию. То есть из тех знаний, которые у нас есть, мы пытаемся сформировать какой-то набор как бы фильтров и каких-то критериев для того, чтобы человек прочитал вашу вакансию и сразу понял, хочет он это делать или не хочет. То есть люди, вот они не дураки. Ким, когда даешь хорошую вакансию, ну, дуракатикам, да, они сразу же говорят, ой, я не потяну или это очень интересно, я хочу работать, но вот здесь вот я боюсь, что не справлюсь. Вот. И эта вакансия делается вот как. Она не сразу делается на этого человека, а она для упражнения делается сначала на одного-двух уже существующих специалистов. Ну, на самом деле это как бы человек рассматривает неправильно, нужно рассматривать роль. То есть мы говорим, вот у тебя есть роль, там, там, middle или старший разработчик, попробуй на него написать вот так вакансию. Вот только по техническим кусочкам. Вот. Соответственно, пишутся вакансии на существующих людей. Мы смотрим на тех данных, которые у нас есть, что да, вакансия, кажется, получилась хорошо, и только тогда пишем вакансию на то, что нам нужно найти. Вот. То есть мы создаем какие-то критерии для, собственно, фильтрации соискателей, а потом, на самом деле, этими же критериями, пользуясь, мы проводим собеседование. Вот. На собеседовании, когда приходит человек, мы вот берем вакансию, там выделены основные элементы, которые как бы нужны, куда нужно посмотреть, то есть мы поняли, что это за пазлинка, куда там нужно взглянуть, с какими нам нужно, например, чтобы этот человек, ну, например, вот так, искали долго-долго человека и, там, не знаю, Java-программиста, которому нужен был, как бы, чтобы у него якобы было знание по многопоточности. Его там отсеяли, там, 30 человек. Никто не знает многопоточность. Потом провели исследование и выяснили, что ему многопоточность понадобится, но только где-то через три месяца, и, в принципе, там какие-то очень базовые знания, и можно научить примерно любого. И оказалось, что и требования совершенно другие, и человек подешевле, да, и, как бы, смотреть нужно не туда, а там нужно программировать много бизнес-логику, и там нужно, вот, чтобы человеку это нравилось. И создается такая диаграмма, и, соответственно, по этой диаграмме можно смотреть и сразу же задавать вопросы и, как бы, тратить меньше времени. А дальше, как это ни странно, вы делаете не выбор, а подбор. То есть, на самом деле, если у вас есть правильные критерии, понятно, что их, как бы, вам придется все равно сделать несколько итераций, чтобы дойти, то есть вы, там, нашли человека, посмотрели, он не соответствует, сделали, там, поменяли критерии и так далее. Но, как бы, этому нужно научиться. Вот. Оказывается, что как только у вас есть более-менее хорошие критерии, то вам можно, как бы, нанимать первого, который удовлетворяет этим критериям. То есть, дальше смотреть нет смысла. Вы уже нашли ту пазлинку, которая сюда подходит. Если вы нашли ту пазлинку, которая удовлетворяет вашим критериям, но вы не хотите ее почему-то брать, нужно спросить себя, а почему я не хочу ее брать? Почему я написал такие критерии, которые, как бы, вот человек уме удовлетворяет, и я его, как бы, не беру? Вот. Соответственно, там часто обычно забывают такой критерий, насколько этот человек мне должен нравиться. Ну, там, сильно или не сильно, или мне все равно. Как только такой критерий добавляют, сразу все на свои места. И если мы получим, то есть мы ничего про кинет, делаем с внешним, мы пытаемся понять, что нужно, действительно тратим туда, вкладываем, понять, кто там. А потом мы управляем и осуществляем, как бы, подбором, что нам нужно. Здесь вот, наоборот, вот, у вас была информация о том, кто вам нужен, кто-то больший. Это наша оценка. Сейчас. Если нет, будет понятнее. Получается, что если у вас на входе будет окончательное исследование и качество будет 0.9, то вы получите 0.36. То есть вы, как бы, в ход больше информации, более низкий подбор, результат у вас... Уважаемые зрители, недолго прервемся в трансляции от Виктора, немножечко у меня технические проблемы. Пока что ждем его в отключении. Соответственно, готовимся потихонечку к закрытию конференции. У нас уже, на самом деле, даже есть вопрос к Виктору. Виктор, мы сейчас подключим, обязательно вам вернем. Соответственно, ждем сейчас, пока техническая команда наша вернет спикера на экран. Как раз, пользуясь этой паузой, хочется вам напомнить о том, что программный комитет вчера анонсировал гайд фактически по управлению знаниями, который будем вести в программный комитет пока что. Но уже приглашаются туда участники этой конференции. Запросить доступ можно в Digital Pack на сайте. Есть специальная ссылка, вы пойдете туда, и, соответственно, там уже получите инструкции. Скоро мы планируем его сделать более открытым. С помощью него хотим, как бы, не только в рамках конференции, но и на протяжении всего времени между ними фиксировать лучшие практики управления знаниями, делиться ими с вами. Ну и, соответственно, делать максимально классное управление знаниями вместе с сообществом. Соответственно, приходите на сайт в платформе в Digital Pack, и там ищите ссылку присоединиться. А тем временем мы уже подключили спикера и начинаем его выводить. Подключайтесь, слушайте, готовьте вопросы. Виктор? Так, прошу прощения, что ж... Виктор, вас слышит. Я вернулся. Да, мы рассматриваем следующий пример. Точно так же этот пример, собственно, один из элементов разработки кода я брал под review. Ну, это такой самый яркий и самый, как бы, спорный момент. Нам, на самом деле, любой элемент разработки, который используется, можно рассматривать вот в таком ключе. Ну, давайте рассмотрим код-ревью. Это вот мой личный такой взгляд на код-ревью. Как это выглядит? Мы сначала пишем код, а потом у нас происходит код-ревью. Значит, что такое пишем код? Нам поставили какую-то бизнес, поставил какую-то задачу, мы ее как-то поняли, реализовали. Она соответствует требованиям, как бы, бизнеса, но приходит потом какое-то количество людей, которые что делают? Они смотрят на наш код, который мы написали, и, соответственно, оценивают, насколько этот код не соответствует решению бизнес-задачи, а соответствует еще технологическому контексту, в котором этот код существует. То есть, как бы, это архитектура, это какие-то, насколько написано в стиле, в том, в котором этот код существует и так далее. То есть, это вот какое-то такое соответствие технологическому контексту, технологического решения. Какая здесь проблема сразу же? Сколько у нас информации на вход? Часто человек, который принимает какое-то решение о том, как писать код, он, ну, в целом, очень часто относительно всей системы обладает примерно 0.2-0.3 информацией о том, от того, как это представляет, не знаю, там, архитектор какой-нибудь или старший разработчик, который, как бы, его там потом будет код-ревьюить, о том, как это должно быть на самом деле сделано. То есть, вот, если собрать всю команду, то вместе они поймут, у них будет, там, около единицы, да, там, 0.95, как, вот, на самом деле, все задачи нужно делать. А если взять одного конкретного разработчика, у него будет примерно, вот, там, 0.3 от этого понимания. И, как бы, на код-ревью говорят, ну, вот здесь нужно переделать. А начинают с, там, не знаю, наименований, отступов и еще чему-то, а потом в итоге доходят до того, что примерно все сделано неправильно, и нужно было вообще архитектурно делать по-другому. То есть, на входе у нас опять мало информации, и мы понимаем, что если даже человек будет программировать очень хорошо, там, с качеством 1, на входе у него будет 0.3, в итоге он получит технологическое решение, которое всего нам на 30% соответствует какому-то, вот, идеальному представлению, которое видит команда. Вот, если расставить буквы, здесь будет вот так. То есть, когда мы пишем код, зачастую мы просто делаем какую-то работу. То есть, даже если внутри разработчик проводит какие-то исследовательско-опытно-конструкторские работы, часто, как бы, это все равно превращается в какую-то работу, и вот эти вот предыдущие этапы до работы обычно никто не видит. Ну, есть и другие примеры, но основная масса, опять же, там, 8 из 10 компаний или, там, 8 из 10 разработчиков, вот, как бы, работают вот в таком мире. А когда начинается код-ревью, вот там, на самом деле, уже происходит вот этот вот иок, да, но он, опять же, происходит в обратном порядке. То есть, никто не говорит, что вот вообще все там надо было переделывать и начинают с конструирования. Они сначала начинают вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, и в итоге доходит, что, ну, да, вообще нужно было изначально там делать, примерно все не так. И вот тут опять появился RKOE, и вот этот RKOE, он опять в периоде, да. Почему? Потому что вот этот вот этап, как бы, код-ревью, он не один раз. То есть, код-ревью будет продолжаться до тех пор, пока кто-то это не прекратит. Потому что там, ну, как бы, даже вам сказали, вот, типа, делай так, ты сделал, а потом оказывается, что теперь вообще можно уже и по-другому, потому что человек либо забыл, либо там, ему пришла какая-то новая мысль в голову. Вот. И понятно, что это жутко неэффективно. Что здесь можно сделать? Здесь можно сделать, как бы, то же самое. То есть, вот этот вот перевернуть наоборот и получить ИОКР, но сделать так, чтобы у вас в начале знания появились сразу у... Вот. Вот здесь я взял пример, да, 0.3, 0.9, 0.27 результат. Дальше. Что можно сделать? Вот. ИО. Я поставил прочерки, потому что это не всегда есть в задачах, но, как бы, в каких-то задачах это есть. Это вообще, обычно, вообще отдельные задачи. Исследование, проведение экспериментов, дальше проектирование. Как это обычно выглядит? Ну, вернее, как можно... что, на мой взгляд, можно делать более оптимально? Вы делаете то же самое, что делаете на код-ревью, только делаете это до того, как вы начнете писать код. То есть, вы берете того же человека, который вас будет ревьюить, и вместе с ним, не после того, как вы что-то сделали, он за вами проверяет, а до того вы вместе проводите все вот эти этапы. То есть, если нужно исследование, если нужно опытно, то есть, это какой-то ваш ревьювер, как бы, вашего исследования мира. То есть, вы, как бы, вместе с ним советуетесь, придумываете какие-то решения, находите ответы на эти решения и вопросы, приходите к нему, дальше советуетесь и так далее. Вот. И когда вы доходите до этапа, как бы, работы, то есть, вы уже даже вместе с ним запроектировали, то есть, каждый из этих этапов, он делает, грубо говоря, ну, почти что вместе с вами. И когда вы подходите к этапу написания уже фактически кода, этот человек и вы тоже знаете примерно, какой код у вас получится. Вот. Это как бы очень важно. То есть, это уже как какой-то ваш совместный труд. И второе, это тоже шаринг знаний. То есть, у вас уже есть два человека, которые понимают, как это будет работать. И самое главное, есть два человека, которые полностью находятся в контексте. Сейчас я объясню, почему это важно. Вот. У вас есть два человека, которые полностью в контексте технологической реализации того, что нужно сделать. И один из этих людей начинает эту технологическую реализацию, как бы, воплощать в жизнь. Он ее воплощает ровно до того момента, пока реальность не начинает расходиться с прогнозом. То есть, в процессе ИОК вы делаете какой-то прогноз. В процессе изготовления у вас обязательно, ну, или с очень большой вероятностью, вот реальная жизнь разойдется с прогнозом. Что важно сделать в этот момент? И вот не только при разработке ПО, а вообще, в принципе, в любой момент, когда, как бы, реальность расходится с вашим прогнозом. Нужно остановиться. Почему? Потому что у вас не хватает информации. Вам нет смысла дальше что-либо делать, потому что практически наверняка это можно будет выкинуть в помойку. Нужно остановиться, пойти вот к этому человеку, который находится в контексте, который вместе с вами это делал, и объяснить, в чем, как бы, у вас проблема. Вот ваша реальность разошлась с прогнозом. Соответственно, этот человек, находясь в контексте, ему, как бы, будет совершенно несложно подумать над этим вместе с вами. Вы вместе сделаете еще один небольшой цикл ИОК конкретно с этой проблемой. Опять вместе узнаете, как бы, перепроектируете, поймете, что будет в конце, и, как бы, вы пойдете делать дальше. Соответственно, когда в конце происходит, как бы, вот, все, типа, коммит, там, пуш, я все это сделал, этот человек, конечно же, пойдет посмотрит ваш код, но на самом деле это будет и его код тоже. Он уже будет смотреть на код, который он, как бы, знает, как должен быть устроен. И вот там, если уже будет, по сути, он носитель, как бы, один из носителей спецификаций. Если та реализация, которую вы сделали, расходится с той спецификацией, о которой вы договорились, договорились, вот здесь уже, как бы, будет, ну, такой, слушай, но мы договаривались на это, а получилось вот это, ну, нужно привести в соответ. Вот. А если вы, как бы, не говорите, ну, я там думал, ну, значит, вы пропустили какой-то этап, у вас не хватало информации, ну, вот этот вот ИОК снова вы не сделали, поэтому эту работу можно будет выкинуть в помойку. Вот. И вот в технологической системе, по моему опыту, очень легко довести, как бы, понимание решения до 0.7. Ну, вообще это прям вот, ну, у вас 1.03, 2.03, как бы, вместе собрались, они, как бы, вот 0.7 легко делают. Вот. А это значит, что даже если вы будете, как бы, производить код с более низким качеством, ну, там, меньше тестов писать, еще что-то, не знаю, то у вас все равно результат получится, как бы, больше, да, то есть там у вас был 0.3 на 0.9, а здесь у вас 0.7 на 0.8. Вот. Соответственно, следующий пример, да, то есть мы применили вот те же самые две штуки. Дальше. Я сначала написал тестирование, а потом заменил на QA, ну, то есть это какой-то контроль качества. Как обычно, ну, опять же, это какой-то мой опыт, но я никакого другого, как бы, никогда не видел, чтобы происходило. Наверное, это где-то происходит, но я такого не видел. Есть какая-то задача, эту задачу, там, от бизнеса превращают, даже пускай, вот, как в предыдущий этап, там, все делают правильно, появляется к этой реализации, отдают тестировщикам, и тестировщик ее тестирует. Вот. Много ли здесь на входе, ну, я тоже, везде, где я работал, было так, и это всегда было какой-то бедой. То есть тестировщику нужно было отдавать, как-то передать еще много какой-то информации, и тестировщики всегда были каким-то узким местом. И тестировщик он тестирует, там же находит какие-то граничные условия, говорит, что вот так не работает, отдает вам. Вот. То есть на входе мало информации. И, соответственно, как бы хорошо он не тестировал, он что-то может не покрыть, что-то, наоборот, есть какая-то информация, которая, как бы, не была на входе подана разработчику. И там начинается опять вот, как бы, вот это цикличное, там, исправить, протестировать и так далее. И, соответственно, я тоже здесь попытался расставить буквы, у меня получилось вот так, КРО. То есть даже если задача хорошо конструируется и хорошо разрабатывается, то тестирование это на самом деле по факту подготовка какого-то набора случаев для того мира, в котором будет существовать ПО. И вот если всем этим случаем ПО удовлетворяет, то можно считать, что оно, как бы, удовлетворяет требованиям. То есть это, ну вот, я не знаю, если меня слушают, там, программисты, еще кто-то, вот там, все эти ттд, вот это все про это. То есть вы сначала, вот если вы не понимаете, как тестировать то, что вы делаете, нет смысла это делать, потому что вы не сможете ответить на вопрос, функционирует оно правильно или нет, да, то есть у вас на входе всегда должно быть понимание, а как вообще это будет тестироваться, как ответить на вопрос, удовлетворяет это, как бы, требованиям или не удовлетворяет. Здесь получаются какие-то буквы в каком-то странном порядке. Что в этом случае хорошо делать и хорошо работает? На самом деле тестирование – это всего лишь один из элементов контроля качества, или QA пресловутого. То есть QA – это какая-то история, встроенная в весь цикл производства продукта. И вот здесь, соответственно, 0.3, 0.7, 0.21. То есть если у вас на входе мало и даже тестировщик хорошо тестирует, на выходе все равно будет много каких-то необработанных ошибок, ситуаций и так далее. Вот, соответственно, разработку тестов вообще нужно вставлять до какой-либо разработки. Почему? Потому что при разработке тестов происходит лучшее понимание задачи. Во-первых, даже бизнес ее лучше начинает понимать. Потом появляются готовые тест-планы, появляются готовые граничные какие-то значения. То есть вы как бы можете представить, что у вас будет, вы представляете, в каком контексте это будет существовать, и это все как бы фиксируете. Соответственно, дальше, когда у вас вот это все готово, вы это подаете на вход разработчикам. И разработчики могут значительную часть из вот этих вот тест-планов автоматизировать. То есть для разработчиков, для тестировщиков остается как бы меньше какой-то ручной работы. Вот. Создали понимание, как мы будем это тестировать. Дальше идет как бы конструирование с учетом вот этих тестов. Ну, пример был, например, такой, что я вот участвовал в разработке, ну, как бы работал в игровой компании, делали игры, и там была какая-то частая проблема, и тестировщики много тыкали на кнопочку, и из-за этого в игре что-нибудь там как-то ломалось. Вот. И когда поняли, что это какая-то типичная ситуация, разработчики почему-то вроде всегда забывали. То есть на протяжении года это каждый раз было, вот я много раз нажал, что-то ломалось. В итоге все задачи стали как бы вот из таких каких-то даже стандартных примеров говорить, что вот здесь будет там часто нажиматься, еще там какие-то случаи рассматривали. И оказалось, что даже составление таких примитивных как бы кусочков тестов, оно ведет к увеличению качества. Вот. Дальше вы конструируете, у вас есть реализация, и, собственно, у вас есть в конце проверка на, как бы, контроль, то есть ОТК, что мы, да, проверим, что наши тесты все-таки проходят. И здесь получается вот какой-то ОКРР. Вот. Ну, да, качество тоже будет выше, потому что, как бы, тестовых случаев... Куча. Ну, да, вот я нашел такое, мне показалось, это очень интересно. Ну, такая спираль качества, можно потом будет посмотреть. Ну, с документацией вообще как бы все сложно. Обычно тут на входе там, ну, технический писатель, ну, вот что-то такое, опиши реализацию. Ну, это тоже как бы ни в какие ворота не лезет, это просто работа. И, как бы, здесь нужно все этапы, вот, да, с какой бы качеством ни делали, все равно на выходе будет очень мало. Соответственно, документацию, на самом деле, по моему мнению, должны писать все. И вот если мы возьмем все этапы разработки ПО, исследования, опытные, конструкторские работы, и после каждого этапа у нас будет фактически, как бы, результат нашей работы представлен в виде какого-то артефакта, документа или еще чего-то, да, получится, что у вас примерно все пишут документацию. Причем они пишут документацию по факту не на реализацию, а на спецификацию. Вот это важно, потому что очень часто ПО переписывается снова и снова, но всегда возникает вопрос, а что на самом деле должно делать ПО? То есть опираются на существующую реализацию, которая, очевидно, отличается от спецификации. Если вы несколько раз переписываете ПО, а каждый раз опираясь только на его реализацию, то там, типа, четвертая версия будет очень сильно отличаться от того, что на самом деле это ПО должно делать. Поэтому если вы встраиваете во все, как бы, процессы разработку ПО, ну, разработку документации по фактической какой-то работе, которую делают, то это, как бы, во-первых, разгружает тех писателей, а во-вторых, учит разработчиков дисциплине, учит писать документацию, и самое главное, что у вас появляется сразу же какой-то каркас документации системы. Понятно, что что-то поменяется, но, как бы, менять в существующем каркасе гораздо проще, чем, как бы, придумывать все это, вот, о, а теперь у нас нужно написать огромный объем документации. Вот. Опять же здесь, да, научив писать этих программистов документацию, качество у вас будет лучше. Ну, понятно, что программисты будут писать ее хуже, чем тех писателей. Это, как бы, понятно. И, собственно, последний вопрос, у меня тут чуть-чуть времени осталось. Последний вопрос, что значит с бизнесом? С бизнесом то же самое. Попросили что-то сделать, что-то сделали, работа, работа, да? На выходе ерунда, было 0.25, как бы хорошо ни делали, на выходе, там, 0.19, ну, там, 0.2. Что здесь нужно делать? Да все то же самое. Берем, что нам нужно делать, и понимаем, пытаемся вытащить из бизнеса, что фактически нужно. Как проверим, это точно так же спецификация. Что мы будем проверять? Как вот мы сделаем результат, как мы его проверим? Дальше, когда у нас есть эта информация, мы проектируем, и дальше по этому изготавливаем. Если в процессе изготовления появляются какие-то вопросы к бизнесу, вы точно так же идете к нему, потому что он в контексте, там выясняете. По факту получилось что? По факту получилось, что, как бы, мы хотели собрать слово счастье, и у нас появилась какая-то, как бы, история про то, что у нас вот есть два инструмента. Первое, это вот, как бы, одно на другое, что, как, а второе, это вот, иокр. И эти инструменты оказались фрактальны, и вот в большинстве случаев, если вы потом будете пересматривать, как бы, окажется, что нужно просто взять и наоборот. И решение это основное. Не нужно было нанимать людей, потом улучшать процессы, а потом разговаривать с бизнесом. Нужно сначала с бизнесом поразговаривать, и окажется, может быть, вам и процессы улучшать не нужно, потому что обычно они хорошие. А если вы процессы улучшили, то, может быть, вам нанимать никого не нужно. Вот. Если уж вы поговорили с бизнесом, улучшили процессы и наняли всех правильно, может, вам нужно нанять совершенно какого-то другого человека, а не которого вы хотели. Поэтому это вот какими-то двумя простыми штуками, вот таким фрактальным способом мы можем делить проблемы на части, рассматривать их и, как бы, каким-то другим, как мне кажется, более оптимальным способом их реализовывать. Вот. Спасибо большое. Да, у нас здесь вот, появилось, вот, да, можно сложить слово «счастье». Успели сложить слово «счастье» до появления меня на экране. Виктор, спасибо большое за доклад. У нас, насколько я знаю, есть вопрос. У нас его выведет в эфир, и мы пообщаемся немножечко на его тему. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите. Говорите. Здравствуйте. Вы в эфире, вы можете говорить, мы вас видим, мы ждем ваш вопрос. Здравствуйте, у меня вот, спасибо за доклад, у меня такой вопрос. Сколько на вашей практике нужно заразить методологией вот этой вот людей в компании, чтобы она прижилась, чтобы мы все начали делать правильно и по порядку? В принципе, достаточно одного человека, который может заразить второго. Вот двоих – это какая-то критичная масса, если они будут достаточно упороты. Но здесь вопрос во времени. Вы не сделаете это за неделю и не сделаете это за месяц. Это где-то два, два с половиной, ну, очень редко три месяца. То есть это не быстрый процесс. То есть вы должны все, что вы делаете, делать вот так, показывать, что вы делаете вот так, и всячески это пиарить на кухне, коллегам и так далее, показывая, как вы хотели сделать. Грубо говоря, каким дураком я был, как хотел сделать, а вот делаю вот так, и получилось лучше. Использовал вот такой инструмент. Двух человек достаточно, но они должны как бы делать это постоянно, регулярно на протяжении двух-двух с половиной месяцев. А это лучше вот по отдельным кусочкам начинать? Дальше это пойдет цепная реакция. Да, цепная реакция, окей. Это лучше по отдельным кусочкам внедрять? То есть там отдельно код-ревью, потом, когда в код-ревью получилось там в тестировании, или можно прям везде сразу, если найти везде инициативу? Смотрите, если вы в целом все посмотрите, скажете, выглядит разумно, давайте пробовать, можно делать везде, да? Больше опыта, быстрее получится. Ну, не быстрее, но быстрее, совокупно. Если люди посмотрели и сказали, какая-то фигня, лучше делать, конечно, отдельно. Выбираете самую болючую штуку, вот берете что, берете как, понимаете, вот несколько процессов. Выясняете, где значение меньше всего, ну, ваша какая-то экспертная оценка. И пытаетесь там улучшить процесс. Но это же не линейно, да, у вас каждый там 0,1, у вас будет, это будет там какая-то типа экспонента. И пытаетесь вот там улучшать. Когда вы улучшаете там от 0,1 до 0,3, 0,4, вы это, ну, там, презентуете, да, где-то на кухне. Вот, то есть, если все заинтересованы, можно делать сразу. Если все говорят, какая-то фигня, лучше делать по кусочку. А может, вы можете тогда какие-то еще метрики посоветовать по этим процессам, которые можно будет поснимать, посмотреть и показать потом, что вот мы теперь делаем правильно с точки зрения процесса, и вот у нас какие-то метрики улучшились. Да, давайте мы сейчас после, там будет комнатка, мы там свяжемся. Я просто кину, у нас была большая лекция, ну, за 40 минут сложно рассказать, была большая лекция, даже две, и там есть подстрочник, и там есть PDF-ка, я кину, и там про все написано. Ну, и можем пообщаться потом, то есть, обменяемся контактами, пообщаться можем. Да, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за пачку вопросов, таких отличных дополняющих доклад, спасибо за ответы. Виктор, давайте еще вас немножко помучаю, пока мы не перешли еще в Zoom-команту. У вас на самом деле получился интересный опыт, вы же были инженером, а вот теперь вы занимаетесь консалтингом, внедряете просто методологии, которые как бы меняют отношение, наверное, даже к подходам разработки. Можете рассказать, как вот этот барьер перейти максимально безболезненно и, то есть, остаться и в теме, и там, и там практикующим экспертам и консалтерам вот эти вот стулья совместить? Ну, во-первых, я не только был инженером, я им остаюсь, в этом одна из основных идей и в целиком, и в бизнесе. Мне просто нравится какая-то инженерная деятельность. Но по факту у меня есть какое-то время, ну, оно не то, что как бы рабочее, да, но которое я готов выделять. То есть, условно, 40 часов работы и еще там, не знаю, там 4-5 часов в неделю, которые я был готов тратить на что-то сверху, да. Вот, и как бы это получается некая уберизация. То есть у меня есть работа, которая мне нравится и приносит доход, и у меня, ну, основная, и у меня есть какой-то опыт, и мне там люди говорят, слушай, твой опыт полезен, типа, чувак, помоги нам. Вот, и вы просто начинаете, типа, вот, тем людям, которым ваш опыт интересен, помогать в какое-то свободное от работы время. Соответственно, получается, что у вас накапливается опыт вот какого-то помощи другим, и остается опыт фактический, да, потому что с инженерами можно разговаривать только с инженерной точки зрения. Если вы плохой инженер, вас слушать не будут. Вот, это раз, и второе, что не делайте это бесплатно, возьмите чуть-чуть с людей денег, совсем чуть-чуть, может быть. Самое главное, чтобы они вам заплатили. Почему? Потому что если вы даете советы бесплатно, это в пользу бедных, вас не будут слушать. Если вы потом скажете, дайте мне теперь денег за те же самые советы и дадите снова эти же самые советы, люди начнут их слушать. Я не знаю, почему так, но вот это была самая большая проблема. То есть, вот. Спасибо большое. О, меня видно. Да. Коллеги, к нам присоединился Виктор. Самое время задать ему вопросы, которые у вас накопились. Я вижу у нас у Геннадия поднята рука. Геннадий, вы можете уже сами себя размьютить. И задать своего вопроса. Да, Виктор, добрый вечер. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вот в контексте разработки, вот этот принцип IOCAR, это очень напоминает парное программирование, то, что вы описали, по сути. То же самое в контексте тестирования, это по сути ТДД. Вот вроде бы все эти подходы, они достаточно известны и у всех на слуху. Но вы также в докладе отметили, что вживую редко удается это увидеть в компаниях, в командах, которые разработкой занимаются. А как вы думаете, что основными препятствиями может являться к тому, чтобы оно, грубо говоря, само собой заводилось и работало? Спасибо. Да, всех хочу поблагодарить за, как бы, здесь я могу вас поблагодарить за то, что вы слышали. Да, действительно, это, ну, я бы сказал, что не этот подход похож на, там, не IOCAR похож на ТТД, а, как бы, ТТД похож на IOCAR, ну, потому что, как бы, IOCAR или не IOCAR сильно больше, да, то есть, вот, сначала мы исследуем, потом это все, типа, то есть, вот, это все, все ТТД, Agile и все остальное, оно построено вот ровно на вот этих кибернетических, так сказать, принципах. Ну, потому что это какая-то система с обратной, с отрицательной обратной связью и иногда с положительной, но никаких других вариантов нет. Почему, на мой взгляд, это плохо, ну, как, неплохо, а почему это редко можно увидеть? Сейчас я, секундочку. Так, мне кажется, что первая причина, это, ну, типа, деды так делали, да, то есть, есть какие-то вещи, которые почему-то стали, ну, не знаю, популярными. Вот, я рассказывал про код-ревью, и, на самом деле, код-ревью – это неплохой инструмент. Я сейчас немножко по развернуть и отвечу. Это неплохой инструмент, в принципе, но этого инструмента, откуда он, как бы, пришел? Вот, если вы находитесь, разнесены во времени и пространстве, ну, вот, у вас такая распределенная команда, там, буквально квалифицированных людей, то понятно, что, возможно, у вас никакого другого способа, как бы, друг с другом коммуницировать-то и нет. Но если вы команда распределенная высококвалифицированных специалистов, то, скорее всего, у вас и понимание контекста, как бы, сильно больше, да, то есть, ну, как бы, оно ближе к единице. И второе, что ваш код-ревью будет проходить по желаниям, как бы, сделать систему лучше. Ну, то есть, часто используют код-ревью в, например, оупенсорсе. Но оупенсорс – это же в основном не про зарабатывание денег, а про разработку ПО как искусство, да, и, как бы, там все хотят сделать хорошо. Поэтому там это вполне себе применимая практика, вот. А в бизнесе это какая-то история про мы пишем код, чтобы зарабатывать денег, ну, плюс-минус, да, вот. И здесь, возможно, удовольствие от написания ПО на работе для бизнеса, оно не такое большое, как, там, не знаю, в каком-то опенсорс-проекте, в котором вы комитете. Вот. Это про код-ревью. То есть, я не против код-ревью в принципе. Я против код-ревью, если мы всех собрали в одном месте, то, как бы, зачем делать что-то одно, если можно делать что-то другое более эффективно. Вот какая-то такая практика, все ей придерживаются, все говорят, это круто, а тебе страшно сказать, что, блин, какая-то фигня, я хочу делать по-другому. То есть, это вот исторические какие-то сложившиеся вещи. Второе, что в какой-то момент вы что-то делали, и вам нужно признаться самому себе прежде всего, что вы делали не так оптимально. То есть, не неправильно, а менее оптимально. И сказать, блин, я много времени потратил, делая вот не так, а на самом деле можно делать по-другому. И это, вот, по моим наблюдениям, очень сложно сделать. В-третьих, это вот о чем. О том, что нужно думать. То есть, вот, думать сложно, да, думать больно. Думать – это какой-то, ну, реально сложный процесс. А сесть, как бы, и ходить – это гораздо проще. Ну, или сесть и делать фактически какую-то работу. Потому что, когда вы что-то исследуете, это какая-то деятельность познания, да, вы познаете, узнаете что-то новое, становитесь лучше. Но это энергозатратно, это сложно, у вас будет не получаться. Ну, потому что что-то, в принципе, вот придумать или что-то, в принципе, нам заисследовать – это сложно. Там будет много ответов, типа, нет, неправильно. Снова и снова ты будешь что-то делать и получать отрицательный ответ. Это здорово, на этом построено все познание, да, на отрицательных ответах. Но для человека это сложно. Он снова и снова что-то делает и не получает то, что он хочет. Вот. А когда вы берете и делаете просто работу, ну, как бы, вы сделали работу, там получился какой-то результат. Чувствуете удовлетворение. То есть, вот, мне кажется, вот эти три вещи, что исторически так сложилось, тяжело против этого идти. Второе, что признаться самому, что ты делал что-то менее оптимальное и теперь нужно сделать по-другому сложно. И третье, что вообще сам процесс, вот, исследование мира, он сложный. И он дает вам гораздо меньше, как это, положительного подкрепления, да, ну, как положительного. Вы все время получаете большую часть ответов, которые вы получите, будут отрицательные. И это очень сложно. Поэтому этапы исследования, например, для разработчиков нельзя давать сплошные этапы исследования. Потому что если вы возьмете разработчика и дадите ему три недели подряд, там, пять задач, что-нибудь исследовать, он у вас на четвертую захочет повеситься. Потому что в большинстве случаев он будет получать результат, нет, это невозможно, нужно еще что-то сделать. И это очень сильно давит на человека. Поэтому, как люди идут по более простому пути, и, ну, это мое такое мнение, да, идут по более простому пути и, как бы, делают то, что дает им какое-то положительное подкрепление. Вот такой ответ. Ну, и, в принципе, аналогичная ситуация не только в разработке, но на уровне, допустим, сформирования бизнес-требований тоже есть. Потому что, вот, как в примере с бизнесом, сделайте что-то, сделали и то, и то работа, и опять результат не очень. Да, 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 именно. И самое главное, что относительно бизнеса, это самая главная точка оптимизации. Потому что это, ну, это первейшая практически точка входа от внешнего мира, да. Вот если там вы поднимете на 0,1, то вот в конечном продукте это вот сказывается очень сильно. А там, знаете, в чем вопрос? Там вопрос, я просто, как бы, очень часто это наблюдаю, там вопрос распределения ответственности, да. То есть, когда никто не хочет брать на себя ответственность. Но вот, вот эта граница, что вы нам говорите, что, а мы делаем то, что вы хотите, вот сами решая как, тут вот проводится четкая граница ответственности. И парадоксально, но проведя границу четкой ответственности, вы заставляете людей гораздо эффективнее и позитивнее друг с другом взаимодействовать. Потому что у них мир становится, как бы, ясный и прозрачный. Мы отвечаем за это, мы отвечаем за это. В конце мы всегда можем понять, кто накосячил, и вопросов не возникает. Вот такое наблюдение у меня есть. Спасибо большое. Может быть, еще у кого-то есть вопросы? Виктор, а ты говорил, что скинешь ссылку на ваше выступление, где можно посмотреть. Да, я сейчас пытаюсь. Так, сейчас, подождите, подождите. Ссылку, ссылку. У меня дело в том, что есть PDF, но я не уверен, что этот PDF, у меня есть на него ссылка. То есть он у меня просто есть. Поэтому, как бы, так уж... А можно выложить в чате к PDF? Ну, в Zoom можно выложить файл. Ага, хорошо, сейчас. Сейчас я подключусь. Может быть, пока у кого-то еще есть вопросы, я... Мы можем какой-то, если вы что-то не поняли, у вас есть какой-то пример, но вы не понимаете, как эту штуку можно туда применить, вы можете, как бы, его озвучить, и мы попытаемся сделать. Это очень увлекательное занятие, и мне, как бы, нравится таким заниматься. Не всегда получается с первого раза, но это всегда очень увлекательно. Так, сейчас, вот, отлично. Спасибо за доклад. Как ваш метод будет выглядеть в бизнесе и системной аналитике? Артур Мухаммедов. Артур, если вы меня слышите, значит, я не очень понимаю, что вы имеете в виду под системной аналитикой. Если это, например, описание продукта, как он будет себя вести, например, да, ну, то есть у вас есть какой-то мир, вы хотите сделать какой-то продукт, если системный аналитик, как бы, пытается этот мир формализовать и представить в виде требований для, как бы, разработчиков, например. Если это, типа, вот, если это такой системный аналитик, который выступает в роли человека, который информацию из внешнего мира и от бизнеса переносит к разработчикам, то метод этот будет работать вот как. У вас есть система из трех квадратиков, да, первый квадратик – это системный аналитик, второй квадратик – это разработка, и третий квадратик – это получившийся продукт. Вот, вот в этом документе, который я скинул, там как раз такой пример тоже рассматривается. Соответственно, у вас системный аналитик, как квадратик на входе, генерирует какое-то количество информации. Чем больше информации понятной, ну, вернее, как ничем больше, а чем полнее информация, которую он генерирует, будет, да, тем меньше, как бы, потерь в конечном продукте произойдет, когда эта информация будет проходить через разработку. Ну, то есть на входе разработки есть информация, которую подает системный аналитик. Разработка – это какая-то функция преобразования этой информации в какой-то код или какой-то продукт. Дальше на выходе, собственно, разработки есть этот продукт. Здесь вы точно так же смотрите, сколько вы подаете им информации на входе. Как это меряется? Очень просто. Вы, как бы, определяете им, что они должны сделать, и это записывает. Прямо вот, как бы, такая мини-спецификация. Обычно на одну задачу в два дня спецификация – это примерно пять предложений. Соответственно, вместе со спецификацией определяете, как будет вот эта, как бы, спецификация верифицирована. То есть вы подали спецификацию, разработчики сделали реализацию, как эту реализацию верифицировать на спецификацию. То есть говорите, мне нужно там вот такой-то модуль или такой-то экран, на котором будут происходить вот там какие-то поля с такими-то кнопками. Вот приложен макет, вот приложены алгоритмы поведения или там схемы поведения, что должен делать пользователь. А дальше мы хотим вот такие там три стандартных действия пользователя, которые обязательно должны срабатывать. Соответственно, это та информация, которую вы подали как бы на вход, разработка ее реализовывает. И на выходе, когда разработка что-то сделала, вы берете ее результат и проверяете, соответствует ли она тем, как бы, тестовым случаям, которые вы, как бы, дали вместе со спецификацией. Ну и насколько вообще решение соответствует, как бы, спецификации. Если все удовлетворяется, но вы говорите, это то, что мы просили, но это не то, что нам нужно, да, это значит, что вы подали им недостаточно информации на вход. И в следующий раз вы должны подумать, а почему это не то, что нам нужно, какую дополнительную информацию, что мы им не дали, и дать ее, как бы, немножко больше. Если вам, соответственно, здесь вот этот цикл и получается ИОК, то есть вы сначала, как бы, на самом деле даже ИОКР, вы сначала исследуете, потом что-то придумываете, потом, как бы, составляете вот эти вот документы, ну, они не очень большие, ну, реально, это какие-то, ну, все мы люди, и не нужно там упарываться в бюрократию. Потом вы отдаете на разработку, получаете результат, понимаете, почему этот результат вам там не подходит, например, опять делаете ИОК, опять отдаете в разработку, и вот вся эта штука, ну, это, получается, система с отрицательной обратной связью, когда у вас ошибка, ну, и у вас она там где-то сходит. Вот, практика показывает, что примерно за 4-5 недель, ну, правда, модерируемых вот таких встреч системной аналитики или, там, бизнес-разработчики, если вот там их заставлять разговаривать правильно и проводить вот эту границу, да, то они очень быстро научиваются вот этот вот метод ИОК, как бы, делать, и через 5 недель уже, как бы, бизнес четко говорит, что нужно делать, а разработка, как бы, сама решает, как это нужно сделать, и результат всех удовлетворяет. Если я ответил на ваш вопрос, то, как бы, очень рад. Если нет, то дайте внимать. Меня слышно? Да-да-да. Спасибо, да, я тут просто боялся, что внешний шум будет. Это понятно, но, ну, первый вопрос, это как не превратить, чтобы у нас шла разработка, а не было постоянное обсуждение того, что мы делаем, то есть где-то границы, когда мы говорим, так, мы решили, мы обсудили, мы решили, что мы это будем делать, и второе, что делать, когда разработчик понимает, что какая-то ошибка или не полностью описана в постановке вот этой задачи. Отвечаю на первый вопрос. Как понимать? У вас, вне зависимости от того, как у вас устроен принцип разработки, разработки, ну, канбан или скрам или любой другой аджайл или водопад, неважно, у вас должна быть некоторая секция планирования, ну, то есть она может быть, типа, весь бизнес со всей командой или один бизнес-аналитик, один разработчик, неважно, у вас есть какая-то секция планирования. На этой секции планирования вы выделяете какое-то время, ну, вот я вам могу сказать, что, например, если это что-то, ну, не совсем скрама подобное, а где-то вот где у вас, типа, в начале недели идет какой-то план, а в конце недели результат, да. Вот, чтобы загрузить команду из 8-9 человек, нужно примерно полтора часа планирования. То есть вот сидит аналитик, да, или там бизнес, от бизнеса представитель, он что-то делает, и за полтора часа они успевают всю команду из 8 человек загрузить, как бы, работой на неделю. Ну, соответственно, как бы, понятно, что если вы будете работать с каждым, это будет, там, чуть-чуть побольше суммарно, но это какие-то разумные сроки. У вас присутствует вот эта секция планирования. Соответственно, на этой секции планирования вы обсуждаете, что фактически нужно сделать, отвечаете на все вопросы разработчика, а он, как бы, услышав, что нужно сделать, сразу или через некоторое время, ну, вообще, обычно разработчики могут, там, в течение 10 минут, ну, там, на любую задачу дать ответ, ну, если задачи ограничены по времени. Это вот в документе про это, кстати, ой, я сейчас еще один скинул, про это есть. Вот, и вы на этой секции планирования составляете спецификацию, да, и примерно понимаете, сколько это будет выходить. То есть, вот, там, потратив, условно, 1 на 1 20 минут, вы гарантированно на задачу в 2 дня должны успевать делать вот это планирование. И дальше разработчик его идет делать. В процессе, собственно, изготовления разработчик обязательно наткнется на какую-то фигню, которую вы не предусмотрели. И, как я уже говорил, в этот момент он останавливается, потому что у него недостаточно информации. Идет к вам и уточняет, и говорит, смотри, вот мы, короче, хотели делать вот так, вот так не получается, там, слишком дорого, или, там, большая нагрузка, ну, там, что угодно может быть. И вы вместе, ну, поскольку вы в контексте, перепридумываете решение или, возможно, вообще блокируете пока работу по этой задаче, потому что, ну, у вас нет ответа на этот вопрос. Но, получая эту информацию, как бы, вы в следующий раз должны, как бы, на этой ошибке научиться, да, и, как бы, в следующий раз стараться ее предвосхитить, и, ну, чтобы она больше не получалась. Ну, понятно, что ошибки будут всегда, это совершенно нормально. Вот, такой ответ. Да, это понятно, но вот даже меньше, где-то 4 разработчика, и причем только бэкэндеров, а нет, фронтэндеры тоже один, все-таки у меня занимают, ну, за счет того, все-таки разработка продуктовая, и там совершенно много вопросов, но, блин, у меня убивает, выбивает прям почти целый день. И по некоторым задачам получается так, что они, как бы, останавливаются, а другой задач у разработчика нет. То есть тут мы на планирование давали две задачи, чтобы, если что, он мог переключаться, но IC в той задаче что-то не так пошло. Нет, ну, смотрите, во-первых, это, смотрите, это какая-то очень большая, большой разговор про то, сколько задач дать разработчику, на какое время и какого размера должна быть задача. Если коротко, то рабочая схема такая. Вот она рабочая, это не потому, что я там теоретизирую, да, потому что я там 10 раз 10 людям, совершенно разным в разное время, ну, в смысле, 10 раз по 10 человек, да, то есть, в целом, там, 10 команд, и этот процесс из того, что вы описываете, в то состояние, которое я говорю, да, как это должно быть. Лучше, конечно, вот эту команду собирать раз в неделю, не знаю, в понедельник или во вторник. И на вот этой секции планировать, можете разделить фронтов и бэков, это как бы не принципиально. И там вы сразу, вот как бы балком, да, обсуждаете, что вы будете делать. У разработчика задача должна быть от полудня меньше смысла нет. Вот 4 часа это минимальный квант. Ну, это вот как бы как-то экспериментально выведено, потому что обычно, ну, меньше вот дробить нет смысла. От 4 часов до, от полудня, до 2 дней. То есть, если разработчик вам говорит, там, типа, больше 2 дней, это значит, что эту задачу нужно разбивать, потому что он не понимает, как ее делать. Вот. Соответственно, если те задачи, которые вы вставите, вылезают от 4 до 2 дней, вот, понимаете, да, то, соответственно, вот в таком режиме вы можете нормально планировать, и в таком режиме вы, как бы, разработчику накидываете задач на неделю. Но я хочу, как бы, сразу же сказать, что разработчики очень, как бы, разные по производительности, ну, фактической. Ну, как, у вас у какого-то разработчика может быть производительность, там, 0,8, ну, то есть, он вам сказал, что он сделает вот это, да, и, вот, 0,8 из этого он, как бы, сделает, ну, потому что он, ну, вот такой. А у другого, может быть, 0,2, но при этом это не значит, что он работает плохо. Просто он какое-то время тратит, там, еще на что-нибудь. Но у вас есть секция планирования, вы там разработчиков, как бы, загружаете работы и даете несколько задач, и если задачи у вас 2 дня или меньше, то вот таких случаев, что вы будете натыкаться на какие-то, как бы, косяки, будет сильно меньше. Почему? Потому что и вам проще спланировать на такой небольшой кусочек времени задачу, да, и разработчику проще понять, как ее делать. По моему мнению, принцип там, ну, биологически такой, что вы не можете оперировать больше, чем, ну, там, 5-6 объектов, да, в голове держать. И вот задача инженерная средняя для разработчика, вот от полудня до двух дней, это примерно 5-6 объектов. То есть, когда вы оперируете вот такими сроками, у вас туда просто работы больше не влезает. А если туда влезает работа ровно столько, сколько нужно для того, чтобы эту задачу, как бы, обработать мозгом вот прямо здесь, то там и ошибка будет маленькая. Потому что если вы даете разработчику задачу, он говорит, там, 2 недели, он вообще не понимает, как это делать. Поэтому там нужно сказать, чувак, ты не понимаешь, как делать, поэтому давай, тебе вот 2 дня на исследование вот такой глобальной проблемы. Результатом исследования должны быть не менее 3 вариантов, каким образом мы можем эту задачу решить. Плюсы и минусы этого подхода. Документ в конце этой задачи. И он ничего там, ничего не кодирует, он исследует, да. Он представляет вам, как бы, информацию о том, как эту задачу, в принципе, можно решать. После этого вы говорите, ага, исследование произведено, давай попробуем сделать, опять же, задачу там на полтора-два дня, несколько прототипов вот с этими вариантами. Результат исследования, соответственно, документ этих прототипов и там характеристики, которые у нас получились. Дальше, ну это если сложная задача. Дальше, соответственно, он это произвел, вы говорите. А теперь мы эту большую задачу делаем конструирование. Вот тебе там, типа, сколько нужно, полдня, день, напиши план, как ты будешь вообще, на какие модули ты эту задачу разобьешь. И потом, когда вот это вот все сделано, он, как бы, уже, у него уже в голове есть понимание, как, и вы прямо из его плана можете брать кусочки, которые вам нужны, и он, соответственно, будет делать. Кажется, что это очень долго. Ну вот сначала мы делаем что-то одно, потом другое, а потом только начинаем работать. Но по факту получается вот что. Если вы разработчику скажете кодируй, он начнет кодировать, и потом он этот вот иокр сделает наоборот. Почему? Потому что он все равно натолкнется на все вот эти вопросы. И получится так, что у вас фактически время календарное, вы потратите одно и то же, только в том случае, который я привел, разработчик будет тратить только частично время на эту задачу. То есть у него будет оставаться свободное время на более понятные задачи. И когда он ее будет делать, ее качество будет выше. А если он сразу кодировать начнет, он иокр потом-то сделает все равно, но код он свой не выбросит. В итоге он потратит все время, которое у него было на эту задачу, но задача просто будет сделана отстойно. Почему? Потому что он сначала делал, а потом думал. Это вот прям каждый раз, когда я начинаю работать с новыми людьми, там вот такая фигня происходит. Да, я много нахожу подтверждения, наблюдений, потому что мы тоже сначала ввели планирование, потом ввели, что не больше трех дней задачи. Да, спасибо. Теперь подтверждение наших замечаний. Смотрите, очень важный элемент, поскольку вот если вы посмотрите, что такое система с отрицательной обратной связью, в чем фишка этой системы? В том, что она приходит сама в стабильное некоторое положение. Вот у вас есть планирование, у вас есть работа, и у вас обязательно, обязательно вот прям вот эта самая важная часть этой системы проверка результатов. Потому что если у вас проверки результатов не будет, то обратной связи у вас не будет. А если обратной связи у вас не будет, то откалиброваться вы не сможете. Обязательно должна быть изначальная постановка задачи и в конце фактическая проверка. Сделали то, что вы просили, да, и, соответственно, разработчик должен видеть, он сделал то, что вы просили, вы довольны. Он сделал то, что вы просили, вы недовольны, но виноваты в этом вы, потому что вы это попросили. Или он сделал не то, что вы просили, и вы недовольны, потому что он как бы не соблел договоренности. Вот это очень важный момент. Без этого не будет работать. концепциями реактивность так геннадий гореликов еще пришла мысль про аналогию такого подхода с концепциями реактивности про активности я к сожалению не мне нужно погуглить что такое что вы имеете ввиду под реактивностью про активность но я подозреваю но но вообще это все как бы это все реально теория системы системы как бы различные вот если взять учебник эшби по кибернетике но я понимаю что это какой-то странно звучит но реально если вы возьмете учебник эшби по кибернетике вот прям эшби кибернетика учебник там вам какого-то там 1964 года издание и почитаете вы поймете что это все имеет под собой кибернетическую основу и в этом учебнике рассматриваются все вот эти системы с какими связями как это работает и все это отлично ложится на в принципе любое производство поэтому если интересно читайте в основе вот этих всех активности про активности и вот из тех аджайлов и все основного лежит теория систем с обратными связями и соответственно с возможностью реагировать там реагирование запаздывание предсказывание вот это все интересно читайте там прям вот читающий такой господи люди уже все придумали а мы сидим что-то выдумываем может быть еще у кого-то есть вопросы еще есть классная книжка которая называется сейчас я по моему так если я не ошибся и соответственно кибернетика учебник по моему по моему так вот вот этот мод к фирме там вот все то же самое рассматривается на примере устафорд бир вообще интересный мужик и он как бы практически это все делал ценность этой книжки в том что он доказал что механистический кибернетический подход не подходит к управлению людей но они пытались это сделать у них не получилось но у него там очень много как бы рассуждений и наблюдений и каких-то концепций он наблюдал как большие фирмы устроен вообще в принципе ну ничего не поменялось в середине прошлого века все то же самое вот и ценность этой книжки ровно в том что он наблюдал правильные какие-то ситуации да и как устроен мир о это он сделал правильно и но попытался применить какой-то вот механистический кибернетический подход к решению этой проблемы у него не получилось ну то есть проблемы правильные решения он взял какое-то не очень хорошее но вот с точки зрения вот этих наблюдений его за тем как устроена там иерархия но он там проводит различные аналогии прям очень интересно чтобы вот понять что точно не будет работать то есть вот как бы у нас есть какая-то ну плюс-минус там наука да и это наука она не говорит нам как делать правильно она нам говорит что чуваки вот если вот эти принципы у вас не соблюдаются вот обратной связи у вас нету то система у вас не будет стабильном состоянии и будет расколбашен если у вас обратная связь положительная то систему вашу тоже будет расколбашен вот а как сделать правильно мы не знаем пробуйте то есть как бы используя вот эти какие-то фундаментальные вещи вы можете смотреть на мир и говорить вот это не будет работать вот поэтому а как будет работать хз но вот мы туда не пойдем время терять не будем да а попробуем используя вот какие-то принципы пойти вот в ту сторону потому что выглядит ну вроде бы как разумно и самое главное что у вас появляется инструмент как бы контроля за тем что происходит то есть вы как бы смотрите там не знаю например если у вас компании нету этой вертикальной мобильности но говорят социальные лифты да то есть если вас компании приходит джуниор и никакого понятного для него способа рост нету и понимает как это делать то у вас он никогда не станет сеньором почему но просто потому что у вас как бы нет вот этого вертикального лифта он не понимает как там двигаться поэтому вам нужно думать как бы не над тем как джуна как бы научить а также сделать систему вот эту вашу социально настолько прозрачной чтобы ваш джун мог каким-то понятным способом перемещаться из одного состояния в другое и достигнуть того места где он должен быть если то есть там от джуна до сеньора если вот этот вот путь совершенно непонятен то как бы вы будете искать всегда джунов и медлов и сеньоров хотя в принципе вы должны бы были набирать и по людей вниз они у вас постоянно там растут и как бы поднимаются по лестнице и вы набираете только вниз но это работает больших компаниях маленьких компаниях конечно же как бы приходится мать всех но это просто иллюстрация принципа то есть как бы такие вещи может быть еще какие то есть вопросы да вот вопрос еще возник получается допустим если мы берем нескольких человек они проектируют какую-то фичу до того как непосредственно приступать уже кодингу а сколько человек допустим в такой деятельности оптимально то есть ну вот насколько обширным такой коллективный разум должен быть может быть это разные цифры цифры на разных этапах на там исследовательском на опытном на конструкторском смотрите я как бы у меня есть свои собственные наблюдения и у меня есть какое-то потом я читал этого как его товарища брукса у него есть книжка называется проектирование процесса проектировать интересно можно почитать идея примерно вот какая как я это понимаю когда вы что-то делаете сейчас я расскажу немножечко как я это понимаю а дальше вы вы это получится ответ на ваш вопрос когда вы что-то делаете у вас в голове есть по сути два человека один который как бы задает вопрос что а второй который как и ну поскольку у нас мозг однопоточен все время приходится занимать то одну то другую сторону если вы будете как бы над этим работать то вы научитесь это делать ну достаточно хорошо в чем здесь профит в том что у вас не происходит искажение как бы мысли да то есть у вас голова одна мысли там одна и вам нужно просто используя вычислительную мощность вашего мозга занимать то точку зрения человека ну условно там бизнеса который говорит нужно сделать вот это полностью отключив разработчик чтобы он не мешал формулировать спецификации потом перемещаясь на роль разработчика вы должны как бы сказать а как я буду это делать и вот так все время переключаться в голове у вас всегда по сути есть диалог ну вот в моей голове примерно так дальше возникает вот какая ситуация у нас мысль одна но вычислительная мощность мозга как бы маленькая что мы можем сделать мы можем дать второго человека туда тогда вычислительно то есть у вас получается как бы система та же только одну роль занимает один человек да и он думает только об что а вторую человек у вас есть он думает там типа только как и вот они вместе определить вот эту границу пытаются найти оптимум оптимальное решение вот но у них проблема появляется другая им нужно научиться как бы друг с другом коммуницировать то есть максимально точно передавать свою мысль своей голове мысль ну в голову того с кем вы как бы разговаривали вот и вот такая система то есть грубо говоря вот вы один вам дать второго система не поменяется да просто у вас характеристики вычислительная мощность вырастет канал связи как бы станет ужин а если добавить в эту систему третьего человека эта система развалится ну или система этого третьего человека просто выкинь поэтому ответ на ваш вопрос по моему мнению такой двух человек достаточно для того чтобы сделать достаточно хорошее решение не самое лучшее а достаточно хорошее которое будет удовлетворять практически всем требованиям которые вы как бы можете этому решению предъявить почему так ну потому что модель как бы не меняется сразу же может быть вопрос а каких людей туда засовывать то есть насколько они должны быть там можно ли засунуть двух джунов или можно ли засунуть там жена и сеньора можно засунуть их как угодно я точно знаю что два человека которые как бы научились работать вместе или хотят даже не научились а хотят работать вместе стараются это делать будут придумывают решение такое же или даже скорее лучше чем более опытный коллега то есть вот двух человек достаточно но людей конечно лучше давать типа ну либо там два медла либо джун сеньор вот так больше двух не нужно два достаточно спасибо но я просто вот еще спрашивал в ключе того что сейчас есть такая еще тенденция к различным внутренним open-source подходом к разработке то есть когда внутренний продукт разрабатывается как open-source продукт соответственно количество контрибуторов оно ничем не ограничено по сути ну смотрите здесь вопрос опять же в том что у вас система всегда у вас система может быть очень сложная но вы должны эту систему как можно тщательно и упрощать то есть если у вас все будут делать все то как бы никакого консенсуса не будет и не нужно делать лучше то есть вам нужно делать достаточно хорошо снова и снова и снова и в контексте у вас получится хорошо поэтому здесь как бы ну вот опять же двух человек на мой взгляд достаточно это первое второе разрабатывать систему для бизнеса как open-source это очень тонкий момент на мой взгляд не то чтобы я был против но я тут сразу же как бы хочу сказать что open-source преследует создание создание идею на мой взгляд идею создания как можно лучшего по и это его цель то есть по должно быть как можно лучше не ради чего-то ради самого как бы по или чувство прекрасного разработчиков этого по а бизнес помощью по зарабатывает деньги поэтому вот вот тут нужно как бы очень четко понимать да вот что нам действительно нужно вот прям очень хорошее и где нужно как бы вкладываться и мы готовы там рассматривать это как open-source а где нам нужно просто кодировать чтобы бабло зарабатывать вот как художники он как бы может писать портреты на заказ чтобы деньги зарабатывать и отдельно писать как бы для души произвелики произведения искусств вот если вы все будете разрабатывать как по как open-source по мне кажется что это не очень хорошая идея почему потому что в бизнесе много рутинный какой-то вот прям не очень интересный работ и ее нужно разрабатывать как для бизнес но это вот мое такое спасибо еще вот что скажу какое по себе я просто вот понимаю о чем вы говорите смотрите там как бы люди очень часто уходят в крайне вот правда где-то посередине вот программировать исключительно за деньги конечно же плохо ну и писать чтобы было было идеальным тоже не очень хорошо вот правда она вот где-то между вот этими двумя в разный момент вот эта точка может смещаться и когда вы людям будете говорить ребят давайте мы как бы не будем все писать как open-source люди вот это ваше какое-то вот мнение они очень сильно поляризуют то есть они как бы тянут в его в какую-то одну из сторон вот которая есть и как бы начинают спорить с вами не в том что вы вы им хотите сказать давайте найдем точку оптимума и сделаем так чтобы ситуация была вин-вин вот понятно что точка оптимума вот кто-то должен чем-то поступить случае там разработки ядра бизнес должен чуть-чуть поступиться чтобы получить нормальную платформу с точки зрения бизнеса разработка и функционал для бизнеса разработчики должны поступиться возможно качеством кода для того чтобы быстрее клиентам деливерить какие-то фичи но это нужно понимать и вот если вы людям будете что такое предлагать они вот старательно будут тянуть это вот в какие-то крайние положения и это превращается в религиозные войны и их противостояние поэтому тут надо сначала как-то вот плавно донести до людей точку зрения что мы ищем точку оптимума и сила как бы в компромиссе да то есть мы как бы готовы поступить со чем-то но и от вас хотим поступить со чем-то то есть сейчас зафигачьте нам вот такой функционал потому что нам принесли мешок денег в этом инвесторы или клиенты но получив этот мешок денег мы дадим вам месяц за тем чтобы вот это вот эти костыли запрограммировать нормально ну и естественно сдерживать свое обещание то есть вот вот эта точка она вот вот на таком консенсусе построена и вот эта идея давайте вы нам сделаете вот так чтобы заработать денег и дальше мы вам дадим день времени ну по сути тоже денег чтобы вы сделали это красивее как желает ваша как бы душа это вполне себе рабочая история и это вот ну частенько используется и она хорошо работает да вот в этом ключе тоже часто сталкиваюсь ситуации когда из-за неполноты входящей информации человек начинает делать костыль как какое-то такое соли трабас на решение да и наоборот когда требуется какое-то общее решение человек из-за нехватки информации в самой задачи делает его просто не совсем да это 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 типовая история вот типа там в девяти случаях из десяти происходит везде вне зависимости от компании и крутости людей происходит примерно одно и то же вот вот то что вы описываете поэтому это не исключение это правило нужно с этим смириться как бы принять что вот так есть и захотеть как бы жить лучше вот ну как бы становиться лучше спасибо большое может быть еще у кого-то есть какие-то вопросы если нет то я тогда это потихонечку пойду попью чайку Виктор если вопросов больше нет вам надо выбрать лучший вопрос чтобы мы этого человека наградили книжкой от издательства питер ох лучше а два нельзя выбрать два нельзя к сожалению два нельзя выбрать бля у меня где-то была монетка мне понравился вопрос про этот ну собственно было у нас два два человека да или сколько у нас человек мне понравился вопрос вот я разговаривал я разговаривал с с кем я последним разговаривал с Геннадием или нет алло алло я честно пропустил так хорошо смотрите я как это мне понравился вопрос про 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 ну всю нашу историю давайте так самый лучший вопрос который спровоцировал мое вот это вот такое моноложное можно сказать выступление был как ваш метод будет выглядеть в бизнесе системной аналитики его задал Артур то есть это был наверное не самый интересный вопрос но этот вопрос спровоцировал как бы вот это все наше обсуждение от чего мне кажется мы все выиграли поэтому давайте подарим книгу ему хорошо Артур если вы меня слышите нужны будут ваши контактные данные чтобы мы могли с вами связаться и передать вам книгу вот а всем остальным если интересно я могу сейчас написать свой телефон вы мне просто постучитесь в этот в телегу я вам скину книжку кибернетики и мозг фирмы Стаффорда Бира чтобы никто не остался как бы обиженным если кому то интересно вот вот такой у меня телефон пишите в телегу не стесняйтесь если у кого то были какие то вопросы которые он стеснялся задать тоже пишите в телегу я как бы всем отвечу мне мне как бы ну я короче за то чтобы индустрия работала эффективнее я за идею да ну все тогда коллеги наверное можно расходиться все большое спасибо за интересные вопросы все Виктор вам еще раз спасибо увидимся на следующих конференциях вам спасибо до свидания